Новый пылесос появился в парке коммунальной техники города. Своеобразный тест-драйв новой машины прошел у здания администрации. Водитель-оператор рассказал главе о преимуществах коммунальной техники и продемонстрировал новые возможности машины по уборке и мыть. Нашему городу достался подарок от гувернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Дорожная техника – это пылесос, который будет убирать всю прибордюрную часть. То есть дорожный смет, листву, подметать дороги. Очень дорогостоящие удовольствия, порядка 11 миллионов стоит. Сегодня мы директору МБУ дорожного хозяйства Михаила Юрьевича Казакова вручили торжественные ключи. И надеюсь, что эта техника нам очень нужна. Мы в течение года весь дорожный смет убирали вручную и щетками от тракторов. И теперь у нас будут чистые дороги. В следующем году мы, наверное, сразу в апреле-майе уже приступим к уборке прибордюрной части. Надеюсь, что жители и в первую очередь автомобилисты должны будут отметить разницу между ручной уборкой и механизированной уборкой. Техника не сметает в стороны, а убирает мусор, одновременно производя влажную уборку, не позволяя пыли распространяться. Имеет расположенное под днищем поворотное цилиндрическое подметально-вакуумное оборудование и дополнительные всасывающие шахты с опорными колесами и лотковыми щитками, расположенными слева и с правой стороны машины, что позволяет увеличить маневренность и расширить спектр применения техники с учетом труднодоступных для очистки мест. Полным ходом идут отделочные работы в групповых помещениях и лестничных пролетах. Ведется облицовка фасада длинного перехода между корпусами Б1 и Б2. Продолжается монтаж системы вентиляции. Осуществлен запуск теплоносителя в четырех корпусах учреждения. Выкладываются кирпичные основания для дверных проемов в переходах здания. Завершаются работы по устройству отмостки по периметру, установлены металлические входные двери в подвалы. Продолжается строительство отдельно стоящих прогулочных веранд. На детском саду на сегодняшний день работает 76 человек. Да, работаем на всех возможных направлениях. Первая задача – это до конца этой недели закончить все плиточные работы по санузлам и выйти из них, чтобы у нас уже слово «плитка» присутствовало только в нескольких местах. Это коридор первого этажа и переходы. Красим группы активно. Сегодня приезжает здоровая машина краски на все группы. Соответственно, тоже в понедельник уже будет большая часть групп покрашена. За один раз где-то что-то будет поправляться. Идут монтаж светильников. Уже есть одна группа совсем светлая. Ну, я думаю, что тоже за оставшиеся дни до вторника будут практически все группы освещены в полном объеме. Монтаж по отоплению вопросы закрыты. По сантехнике они работают в подвале. Как только мы закончим плиточные работы, приступят к установке санфаянса. Готовим пищеблок к монтажу. Ну, наверное, это один из технически сложных узлов остался. Вентиляциончики на втором. Все, что выше уровня подвала, закончили все свои работы. Сейчас тоже перешли в подвал, там, дозаканчивать работы. Кто у нас еще из... А приступили к работе слаботочники. Пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Ну, и дальше все свои слаботочные системы. Продолжается работа подрядной организации по капитальному ремонту диагностического корпуса городской больницы. На сегодняшний день завершается обустройство кровли металлочерепицей. Произведена замена окон на втором этаже здания. Начался монтаж вентиляционных каналов. В скором времени подрядчик приступит к установке строительных лесов для последующего устройства вентилируемого фасада. Конечно, мы видим, что нам необходимо увеличение людей на объекте. Это и отделочники, и вентиляционщики. И, конечно, нужно приступать к фасаду, штурмовать фасад, чтобы вовремя все успеть в срок. Сроки у нас поджимают. Конец года мы должны закончить ремонт в диагностическом корпусе. Необходимо нам, в первую очередь главному врачу, руководству больницы, обосновать все оборудование, которое они предполагают установить в этом здании. Что за оборудование будет, для чего оно будет предназначено, какую функцию оно будет выполнять. Самое главное – загрузка этого оборудования, насколько оно будет нужна, потребность такого. Мы, конечно, для себя определили, пока предварительный список взяли. Это все самое необходимое, что было установлено, плюс дополнительные какие-то приборы, которых не было раньше в диагностике. Сейчас, в настоящее время, Николай Александрович находится в Министерстве здравоохранения, обсуждает и защищает эту потребность в медицинском оборудовании, которое должно быть установлено, приобретено, установлено после капитального ремонта нашего диагностического корпуса. Также идут работы по строительству теплой колясочной. Основное замечание – это отставание по графику. По детской поликлинике у нас выполнено 11 пунктов. Осталось три основные – это кровля теплой колясочной, это заказные позиции, сэндвич, алюминиевые ограждающие конструкции – это стены теплой колясочной, это тоже заказные позиции. И ресепшн по требованиям брендбука Министерства здравоохранения Московской области – это тоже делают на заказ. Пока есть предварительная договоренность, что понимание того, что все материалы будут на объекте, установлены и все работы будут закончены в срок до 7 декабря. Это пока предварительные данные, дата, на которую мы сейчас идем. На объекте задействованы 15 человек. Подрядная организация занимается укладкой плитки, малярными работами и завершает монтаж катапала – кровельного покрытия. Устраняет незначительные замечания по фасаду. Через полторы-две недели планируется начать монтаж оборудования системы вентиляции. Продолжаются работы по устройству полов в помывочных отделениях. В рамках проекта губернатора Московской области «Светлый город» на улицах Электрогорска устанавливают опорные площадки мачт освещения и сами мачты, а также ведут прокладку электрических кабелей. В Электрогорске идет установка опор освещения и также идет установка закладных деталей под металлический опор освещения. Это те дворы, где было комплексное благоустройство сделано в течение лета. Это советская 19, 21, 23, 24 и советская 18, 34. Также по улице Невского сейчас работа проводится. Большой перечень адресный. Компания, которая выиграла этот подряд, ведет монтаж силового оборудования. Дальше будет обвязка, установка светильников, ну и, конечно же, торжественный пуск. Вообще у нас по этой программе в Электрогорске должно быть освещено порядка 30 темных мест. Надеюсь, что все успеем в срок, вовремя, и жители должны оценить наличие освещенности во дворах. Немаловажной задачей является подготовка города к Новому году. Уже чуть больше месяца, но центральная ель на бульваре уже установлена. Сейчас идет монтаж в парке. Перед дом культуры уже установлены, уже полностью наряжены. И наша задача до конца года установить консоли. Традиционно это шар, куп на бульваре, это шары на сквере Святого Константина. Все подготовить для того, чтобы город был готов к Новому году. Сейчас этому уделяется особое внимание, в том числе и торговые объекты, объекты социального значения, больницы, школы, сады. И мы должны все успеть вовремя, в срок и создать всем праздничное новогоднее настроение. По работе с документацией по вводу объекта в эксплуатацию, мы движемся в графике, который установили с Денисом Олеговичем, соответственно, с администрацией. В данный момент мы прошли окончательную проверку строя надзора, получили, соответственно, распоряжение о соответствии дома всем необходимым требованиям, получили ЗОЗ, заключение о соответствии объекта и распоряжение. В данный момент готовятся документы для подачи на ввод объекта в эксплуатацию. Подрядчики проводят некоторые доработки по установке и наладке сантехники. 26 ноября состоится последний выезд сетевиков, и все вопросы по мелким недочетам будут закрыты. Продолжение следует...